Запрет на прогулки, запрет на молитвы, отсутствие необходимого медицинского обслуживания. Подробности тюремной жизни описаны в жалобе, представленной адвокатами осужденных Стура и Ли. 4 февраля нам поступила жалоба от адвоката осужденных Ли, Андрея и Стура Бонда, которые жалуются на то, что с ними плохо обходятся. То есть и Ли, и Стура объявили голодовку, уже более 9 дней держат голодовку. Южно-Казахстанским филиалом данная жалоба была направлена совместно с руководителем участников НПМ в Национальный центр по правам человека. Ну, в последнем пока ответ не получили. Бонда Стура, имеющий статус вора в законе и его падения к Андрею Ли, были осуждены в январе этого года к длительным срокам заключения. В частности, Стура получил 22 года лишения свободы. Сразу после оглашения вердикта осужденные сделали резкие заявления об условиях содержания в местах заключения. Я хотел бы сделать интервью за интервью, за беспредел, то, что говорится казахстанских учреждений, в лагерях Казахстана. Здесь беспредел конкретный, в каждом лагере, в каждом учреждении. Все, процесс закончен. Прошу, покинулся. Отбывающий срок криминальные авторитеты настаивают сейчас на посещении правозащитников. В Казахстане такая структура имеется. Это национальный превентивный механизм. МПМ – это национальный превентивный механизм, который создан на базе «Омбудсман плюс». То есть, во всех областях были созданы определенные группы, которые проводят посещение закрытых учреждений. МПМ – это превенция, в первую очередь, предотвращение применения пыток в закрытых учреждениях. Обязательно смотрят условия содержания, потому что ненадлежащие условия содержания являются жестоким обращением. Однако, уполномоченный по правам человека в Казахстане, являющийся координатором и руководителем национального превентивного механизма, пока еще не выдал разрешение на специальное посещение учреждения, в котором содержится стура или.